Британия поставит Украине 6 подводных беспилотников для разминирования Чёрного моря, чтобы защитить порт и наладить поток и зерна остальному миру. Британские моряки обучат украинских пользоваться такими дронами за три недели. О каких именно беспилотниках идёт речь? Британия поставит Украине 6 подводных беспилотников для разминирования Чёрного моря. Об этом сообщается на сайте Минобороны Королевства. Три дрона отправят из запаса у британская армия, ещё три закупят у производителя. Беспилотники предназначены для использования на глубине до 100 метров близ побережья. По словам британского министра обороны Бена Уоллеса, они нужны Украине, чтобы, цитируя, обезопасить собственные воды, защитить порты и наладить поток зерна остальному миру. Британские моряки обучат украинских солдат пользоваться оборудованием за три недели. 12 украинцев уже начали обучение в королевстве, сообщил телеканал Sky News, комментирует военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. Назначены для обнаружения каких-то объектов небольших, для наблюдения, допустим, за подводной частью кораблей или наблюдения за акваторией. Технически может позволить себе практически любая страна, потому что это не какие-то супер-высокотехнологичные изделия. Сейчас, конечно, это можно делать с помощью малогабаритных подводных беспилотников. По конструкции эти аппараты сродни, допустим, радиоуправляемым моделям. У них более серьезные каналы связи и более серьезная автономность, то есть они могут работать несколько часов под водой. Достаточно ли шести подводных беспилотников, чтобы украине, как сообщается, обезопасить собственной водой? Вопрос достаточно сложный. На самом деле все очень сильно зависит от того, что именно будут расчищать. Если надо прочистить просто фарватер для прохода кораблей, какой-то узкий достаточно канал, и обеспечить то, чтобы за этим каналом велось наблюдение, чтобы в нем не появлялись новые мины, принесенные течениями, ветром и так далее. Наверное, этого будет достаточно. Ну, допустим, по километру на каждый аппарат или по два, по три километра умножаем на шесть. Соответственно, получаем порядка 20 километров. Выход в международные воды, скорее всего, удастся обеспечить. Основатель портала «Милитарь Рэш» Дмитрий Курнев. Минувшую среду Норвегия и Британия договорились о поставке Украине микробеспилотников на сумму более 9 миллионов долларов. Тогда же США анонсировали новый пакет военной помощи Киеву на 3 миллиарда. Американские власти отметили, что поставки начнутся в ближайшие месяцы и будут продолжаться несколько лет. Пентагон подтвердил передачу Украине противорадиолокационных ракет «Харм». Объемы не уточняются. Это первый случай, когда Пентагон признал поставку туда нового вида вооружения «Постфактум». Что это за ракет, какую угрозу представляет и есть ли у Украины носители для таких ракет. Пентагон подтвердил передачу Украине противорадиолокационных ракет. Об этом сообщает СНН со ссылкой на замминистра обороны США Кулина Каля. Чиновник не уточнил, о каком объеме поставок идет речь. Как утверждает СНН, это первый случай, когда Пентагон признал поставку вооружения на Украину, о которой ранее официально не сообщал. О том, что это за ракета и какую угрозу представляет, мы расспросили военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Лянкова. Ракета, которая стоит давно на вооружении Соединенных Штатов Америки и их партнеров, называется GM-88 «Харм». Ракеты класса воздуха «РЛС». Дальность применения 150 километров. Они авиационно базированы, то есть запускаются с авиационных комплексов. Преимущественно это сейчас и в 16-е. И другие комплексы, которые подходят к эти ракеты. Основание ее применения – это действие против различных радиотехнических средств. Оно такое, как «РЛС», станции связи. Ну и все, что работает в радиочастотном диапазоне. Наводится ракета вначале с помощью оператора, а дальше у нее пассивная головка самонаведения, которая осуществляет захват, работающая радиотехнической станцией и поражает ее. Могут даже применяться, например, по вышкам сотовой связи, потому что там тоже есть излучатель, в антенну. В вооружении давно известные американцы его там применяли, например, часто в войнах в Персидском заливе против «РЛС» и ракетных комплексов ПВО Ирака. В других конфликтах, в бомбардировке Ливии, там тоже применялись эти ракеты. Также в конфликте, который был в Югославии в 1999 году против зенитно-ракетных комплексов в Сербии. Ну, Сербия там как раз тогда выработали такую тактику, которая позволяла избегать этого применения. То есть, когда работали против воздушных целей, делали принципы, выстрелили и тут же поменяли позицию, отключили «РЛС». В принципе, вот такая тактика применения отключения «РЛС», она зачастую бывает очень эффективна. То есть, как только головка самонаведения ракеты теряет излучатель, она уже не может поразить цель. При этом, с учетом того, что у нас радиационные станции используют новейшие «РЛС», в которых стоит активная фазивная антенна-решетка, они видят эту ракету, даже несмотря на то, что она не производит активного излучения, и определяют ее, как ракету классного воздуха «РЛС», не отключают кратковременно антенну, и ракета не поражается. То есть, это одна из тактик, которые применяют наши зенитчики. Стоимость их велика? Ну, я думаю, что речь идет о нескольких десятках тысяч долларов. Алексей Ленков, «Арсенал Отечества». Свои аналоги подобных ракет имеет и Россия, и все развитые военно-ношения государства, отмечают эксперты. Оборуженные силы США запускают подобные ракеты с истребителей F-16. Силы ВСУ, конечно, не обладают подобной авиацией, но у них есть подходящие носители, отмечает военный эксперт, основатель портала «Милитария Раша» Дмитрий Корнев. Это одна из самых популярных в мире противорадиолокационных ракет. «Харм» — ракета появилась в 70-е годы, это первая модификация, и до сих пор она модифицируется, модифицируется, у нее меняется боеголовка, она становится более цифровой. Конечно же, у них есть некоторые хитрости. Например, обнаружили самолет, обнаружили пуск ракет, радар выключается. «Харм» запоминает его расположение и продолжает лететь на ту точку, где находился радар, в момент его выключения. Но при этом, конечно же, надо отметить, что аналоги «Харма» есть на вооружении и российских ВВС, свои аналоги. Ракета Х-58, например, ее модификации современные, они очень близки по возможностям к «Харму». Ну и, в общем-то, во всех остальных странах мира, у которых есть более-менее собственная промышленность, которая выпускает ракеты в воздух, земля, а «Харма» — это ракета в глаз в воздух, земля, запускается самолета по целям на земле. «Пентагон» запускает их с F-16, а у ВСУ есть такая авиация, с которой можно было бы запускать эти ракеты? Технически — да. В составе вооруженных сил Украины до сих пор, вероятно, в каких-то количествах есть бывшие советские самолеты, которые могут, в принципе, нести «Харма». Это, например, бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25, Ник-29 и его модификации, которые есть на вооружении украинских вооруженных сил. Дмитрий Корнев, основатель портала «Милитари Раша». Таким образом, отмечает CNN-подобные ракеты одни из самых дальнобойных вооружений, которые Вашингтон обставлял Киеву. Есть отдельное свидетельство военных корреспондентов, что силы ВСУ уже применяют их против российских войск в Донбассе. Италия может прекратить поставки оружия на Украину из-за политического раскола в стране. Ранее итальянский премьер Драги, который занимает одну из самых жестких позиций в отношении Москвы, заявил о своих планах уйти в отставку. Что изменится с его уходом? Италия может прекратить поставки оружия на Украину на фоне политического кризиса, заявил глава МИД страны в интервью изданию «Политика». По его словам, это только одна из серьезных проблем. Ранее премьер Италии Марио Драги подал в отставку из-за политического раскола в стране. Политик – ярый сторонник поставок оружия на Украину и экономических санкций в отношении Москвы. Западные СМИ пишут, что его уход играет на руку России. Так ли это и может ли измениться позиция Италии по украинскому вопросу после ухода Драги? Продолжит Александр Астахов. Премьер-министр Италии Марио Драги занимает одну из самых активных и жестких позиций в отношении Москвы из-за конфликта на Украине. Еще в конце февраля власти страны одобрили декрет о передаче Украине военных средств, материалов и оборудования. Официальный их список засекречен, но итальянские СМИ не раз сообщали о поставках оружия Киеву или планах на такие поставки. Среди них – противотанковые гранатометы и пулеметы, оружие для борьбы с беспилотниками и создание помех для радаров, современная артиллерийская и бронетехника. Более того, во многом статус кандидата в ЕС Украина получила благодаря позиции Драги, говорят эксперты. Италия изначально была единственной влиятельной страной Евросоюза, которая поддержала эту инициативу. Премьер даже предложил разработать для Украины ускоренную процедуру вступления в Союз. В итоге к этой позиции присоединились ведущие страны ЕС – Германия и Франция, которые до этого сомневались. И 23 июня Украина наряду с Молдавией статус кандидата в ЕС все-таки получила. Драги – ярый сторонник и экономических санкций в отношении Москвы. Именно итальянский премьер активно добивается ограничения цен на российский нефть и газ. А это тема, на которую лидеры ЕС будут дискутировать в ближайшие месяцы. Продолжит доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елена Маслова. Марио Драги изначально – это фигура, которая была призвана в итальянскую политику из мира финансов, мира бизнеса. Он должен спасти Италию от экономического кризиса в первую очередь. Русофобии нет, но речь идет о том, что это предсказуемый политик, который может гарантировать последовательное проведение евроатлантической политики евросолидарности. Драги является проводником, по сути, той позиции, которую вырабатывает и Вашингтон, и Европейская Союза. Теперь Драги решительно настроен покинуть пост главы правительства, хотя на этой неделе президент Италии не принял заявление премьера об отставке. Драги объяснил свое решение тем, что больше нет общенационального единства, которое всегда поддерживало правительство. И что он не видит условий для того, чтобы работать дальше и выполнять правительственную программу. Поводом для начала политического кризиса послужил пакет экономической помощи населению и бизнесу, который подготовило правительство Драги. Член правящей коалиции, партия Движения Пятизвезд, отказалась голосовать по этому пакету. По ее мнению, заявленных мер поддержки недостаточно. Хотя раскол во власти наметился еще раньше. Лидер Движения Пятизвезд Джузеппе Конте заявлял о намерении выйти из парламентской коалиции из-за того, что Драги активно продвигает поставки оружия на Украину. Многие в Италии критикуют эту позицию и выступают за дипломатическое решение конфликта. Вместе с президентом отпускать Драги не хотят и мэры 11 городов, включая Рим и Милан. Они призвали политика не покидать пост. Но если это все-таки произойдет, отношение к украинскому вопросу в Италии может сильно измениться, говорит профессор политологии Университета штата Теннесси в США Андрей Коробков. Если Драги уйдет, то все-таки будут ранние выборы. Есть вероятность того, что опять выиграют правы. И тогда политика может жестко измениться. Дело в том, что правая часть политического спектра в Италии всегда смотрела, с одной стороны, на важность экономического сотрудничества с Россией, а с другой не слишком была настроена на то, чтобы подчиняться органам Евросоюза и Соединенным Штатам этих вопросов. Серьезный удар, в принципе, может быть у той коалиции, которая была построена Вашингтоном. Уход Драги сыграет на руку России, заявил глава итальянского МИДа в интервью местной радиостанции РТЛ. Особенно после отставки Бориса Джонсона, премьера Великобритании, который тоже был сторонником более жесткой линии в отношении России. Драги хочет уйти в отставку именно в тот момент, когда он нужен Европе, пишет издание «Политика». По словам его собеседников, итальянский кризис может распространиться на весь Евросоюз.